Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о двух словах, которые вызывают очень часто недоуменные вопросы у каждого, кто читает Библию. В книге «Исход» говорится о том, что Бог ревнитель и что Бог наказывает. И действительно, в Десятисловии, в Дикологии есть знаменитая заповедь о том, что нельзя поклоняться никаким кумирам, идолам, нельзя им служить, «Ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Ну вот, слова ревнителей и намек на то, что Бог наказывает, конечно, вызывают очень много недоуменных вопросов. И как это объяснить, и как это примирить с самой реальностью, потому что в действительности Десятисловия — это слово жизни, это слово, которое освобождает человека, и вдруг ревность, и вдруг наказание. Проблема в том, что в нашем языке слово «ревность» — это всегда отрицательное чувство. Нам сразу на ум приходит ревнивый муж, и мы знаем, что большинство убийств совершается на почве ревности, поэтому ревность однозначно — это что-то разрушительное и отвратительное. Но в Библии совсем не так. Во-первых, само слово «ревность» не имеет отрицательного оттенка. У меня нет более удачного перевода, но можно было бы сказать, например, пассионарность или неравнодушие. Бог неравнодушен, он страстный. Но, опять же, страсти тоже бывают доброкачественные, когда мы стремимся к чему-то светлому и прекрасному, то нам это помогает в жизни принести какие-то прекрасные плоды. Но страсти бывают и разрушительными, поэтому переводить всегда очень трудно. Но вот Бог небезразличный, и поэтому слово «ревнитель» нужно понимать именно так. Бог горячо предан своему завету, ему небезразличен этот народ, точно так же, как отцу, небезразлична судьба его детей, и поэтому он наказывает. Здесь вообще проблема, потому что наказание в нашем языке — это однозначно отрицательное явление, это всегда за какие-то преступления, потому что есть система правосудия и наказаний, исполнение наказаний. Но в еврейском тексте употребляется глагол, который в действительности означает «посетить», то есть «прийти» для того, чтобы посмотреть, как твои дела, что происходит. «Прийти», «навестить». Например, когда командир полка проводит осмотры личного состава, если кто-то из военнослужащих, его подчиненных, в чем-то провинился, действительно он может его наказать. Но он приходит совсем не для того, чтобы обязательно кого-то отправить на гауптвахту, хотя у нас где-то такой страх может быть где-то и таится в глубине души. Итак, Бог посещает, и цель этого посещения совсем не для того, чтобы кто-то был предан наказанию. Бог – пассионарий. И он видит, он посещает и видит, что ошибки отцов имеют тяжелые последствия в жизни последующих поколений. Здесь опять же наказывают за грехи, но здесь нужно понимать, что слово «грех» – это буквально ошибка, промах, досадная ошибка. Одновременно означает и последствия этого поступка. И поэтому, если я причиняю какое-то зло, то в какой-то момент зло продолжает действовать, уже независимо от меня, без моего участия. Это нарастает, как снежный ком, волна насилия или злобы. И все это имеет разрушительные последствия, это как цепная реакция. И поэтому это распространяется на четвертое и на пятое поколения ненавидящих меня. Со словами «ненавидеть» и «любить» в Библии тоже все не так, как в нашем языке. Во-первых, «десятисловия» – это юридический текст, это действительно закон. И поэтому здесь речь идет не о каких-то эмоциях, симпатии или антипатии, а означает верность или неверность. Поэтому те, кто любит – это тот, кто верен завету, кто хранит верность. И тот, кто ненавидит – это тот, кто лжет, тот, кто приступает, кто-то, кто обманывает. И поэтому тот, кто остается верным Богу, он как будто окружен его милостью. И это благоволение, эта милость сопровождает потомков этого человека на протяжении тысячи поколений. Можете себе это представить. Но тот, кто ему лжет, кто ему неприятен, кто нарушает его волю, тот рискует тем, что его проступок будет иметь последствия. Итак, Бог посещает и тех, и других. Не говорится, что он кого-то именно наказывает. Но Библию нужно понимать, исходя из Библии. Это книга, которая истолковывает саму себя. Конечно, здесь мы легко можем представить, что нечто подобное мы слышали в современных науках. Например, есть трансгенерационная психология, которая объясняет какие-то такие механизмы, когда ошибки родителей, их дурное влияние, тоже иногда генетика оказывает влияние на судьбу детей. Но если вы задумаетесь, в Библии есть книга, которая описывает историю одной семьи на протяжении четырех поколений. Вероятно, вы догадались, что речь идет о книге Бытия. Есть отец Авраам, есть его сын Исаак, есть Исаф и Иаков, это третье поколение. И, наконец, есть Иосиф и его братья, это четвертое поколение. И если внимательно присмотреться к этому повествованию об Аврааме, то можно увидеть, что в какой-то момент Авраам совершает роковую ошибку. Это происходит в 16 главе книги Бытия. В один прекрасный момент Сара решительно хочет иметь ребенка. И она просит Авраама взойти на ложек своей служанки Агари, для того, чтобы у него родился сын, для того, чтобы родился ребенок. И Авраам здесь совершает три ошибки. Дело в том, что в предыдущей главе Бог торжественно обещает Аврааму оставаться верным завету и подарить ему потомство, которое будет многочисленным, как песок морской, как звезды на небе. И так Авраам получил невероятное благословение и обетование. Но вот возникает Сара, женщина, которая настаивает на том, что нужно обойти и забыть обо всем, потому что все проблемы можно решить человеческими средствами, желательно сразу, здесь и сейчас. И Авраам, вместо того, чтобы сказать, Бог мне пообещал и Бог сдержит это обетование, для того, чтобы немножко поумерить пыл Сарры, он попадает в ее сетье. Он подается ее сиюминутному вожделению, потому что ей нужно немедленно и любым способом. Она хочет восполнить свое бесплодие тем, что у нее будет ребенок, родившийся от другой женщины. Поэтому Авраам виновен перед Богом, но одновременно он виновен и перед Саррой, потому что он ее предоставил ее страстям. А когда тобой овладевают страсти, ревность, например, то это не приводит ни к чему хорошему, никакому добру. И дальше описывается о том, что когда Агарь становится беременной, Сарра опять воспылала ненавистью и ревностью к Агаре. И Авраам, вместо того, чтобы защитить мать своего ребенка, он передает эту служанку в руки своей госпожи. И это третий грех Авраама. Вместо того, чтобы заступиться, он ее предает в руки властной, ревнивой, одержимой страстями женщины. И что же из этого последует? Рождается Измаил. И пока Измаил единственный ребенок в семье, вроде бы все в порядке. Но как только появляется Исаак, и как только Сара видит, что Измаил играет с Исааком и смеется над ним. И Сара боится, что он может занять его место. В этот момент опять вспыхивает приступ ревности, гнева. И она требует, чтобы Авраам отослал прочь Агарь вместе с ее сыном. И Авраам по велению Бога ее отправляет. В результате происходит досадная вещь. Исаак становится мальчиком. Он начинает общаться с посторонними людьми, с другими людьми, но он совершенно один. Он выходит в мир, и он лишен брата. Это очень таинственное и психологически очень интересное явление. Вся история Исаака пронизана этим лейтмотивом потерянного брата. Везде витает некая ностальгия, тоска по утраченному братству. И поэтому Исаак поселится в той стране, где ангел возвестил рождение его старшего брата. И поэтому, когда у Исаака родится сын, то он будет любить старшего сына, потому что он внешне похож на Измаила. И тоже он охотник в полях, он живет на просторе, он неистовый. И то же самое, когда Исаак возьмет себе в жены свою жену, все это будет сделано так, чтобы угодить своему отцу и своему брату, своему дяде. Поэтому над судьбой Исаака витает тень Измаила. Исаак предпочитает Исаава, поэтому Ревека любит Иакова. Иаков похищает благословение, и в ответ Исаав хочет убить своего брата. Он вспыхивает страстью брата убийства, а это самый прямой образ смерти. Итак, это третье поколение, и мы видим, как проступок их деда приводит к смятению в жизни их отца, и в конце концов порождает желание одного брата убить своего брата. И как Иаков выйдет из этого положения? Он спасается бегством. И очень часто в таких ситуациях единственный способ уехать в другой город или в другую страну, Иаков находит приют у своего дяди, и у него там рождаются дети. И все дети рождаются в каких-то неясных, сомнительных обстоятельствах. Его зять подсовывает вторую жену, у Иакова есть Лия, и есть Рахиль, одна любимая, другая навязанная жена, и у обоих рождаются сыновья, и между этими братьями неизбежно возникает ненависть, соперничество, ревность. И в конце концов это приведет к тому, что эти дети привыкнут жить в семье, где друг друга ненавидят, где скандалы, споры, где взаимный обман и неприязнь. Поэтому нет ничего удивительного, что когда они оказываются в сихеме, то они начинают обманывать жителей этой страны и в конце концов их всех уничтожают. А в следующей главе они вообще захотят убить своего брата Иосифа, но взамен этого продадут его измаилитам. Вот так проступок отца передается из поколения в поколение, и насилие в этой семье нарастает, как снежный ком, и достигает настоящих драматических масштабов. И что же с этим делать? Господь это видит, Он никого не наказывает, Он сопровождает, Он находится рядом. В ожидании того момента, когда возникнут два брата, ими станут Иосиф и Иуда, и они поймут, что насилие, ревность — это дорога к смерти, и они захотят остановить этот поток безумия, зла, для того, чтобы перейти к каким-то другим формам бытия, для того, чтобы исцелить те раны, которые накопились за несколько поколений, для того, чтобы исправить ошибку отца. И поэтому в Десятисловии говорится, Бог приходит взглянуть, как живет его народ, и он видит, что грех отца, его ошибки имеют роковые последствия в жизни сыновей в третьем и четвертом поколении. И в этот момент Десятисловия нас отсылает именно к книге бытия. Если мы буквально примем образ Бога-ревнителя, как Бога-карателя, который наказывает, то это будет фантом. В действительности этот текст нам открывает образ Бога-любящего Отца. Этот Бог не может за нас решать наши семейные проблемы, но Он всегда рядом, Он нас сопровождает, Он одаряет своей милостью, своей мудростью, для того, чтобы в эти критические моменты, трагические моменты мы нашли нужный выход. Неисцеленные грехи передаются из поколения в поколение. Вот пока Иосиф и Иуда не остановят эту насилие, эту лавину злобы и ревности, пока они не обретут эту благодать братства. Вы видите, как эта история актуальна для нашего времени. И поэтому, мне кажется, более предпочтительным перевод не наказывает, а заставляет задуматься. Бог не мстит. И таким образом мы видим, что за внешними предписаниями в десяти слове «не делай того», «не делай другого» скрывается образ заботливого Отца, образ человека-любивого Бога, Бога, который преисполнен благоволение к людям. Бог хочет, чтобы народ ходил по путям свободы и жизни. И как деформируется текст при переводе, когда мы переводим каким-то однозначным словом «ревнитель», «наказывает». Все это нам не позволяет раскрыть в полной мере духовные богатства и человечность, которые содержатся в этом тексте. На портале экзогетру с вами был протеерий Дмитрий Сизоненко и Санкт-Петербурга.